Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Даналия. И так как мы давным-давно не приходили никаких игр с лошадками, я считаю, что я просто должна вам показать эту игрушку, если кто-то о ней знает. Это демо-версия игры, которая называется That Horse Again. Это очень классная демка, она мне очень нравится, и на самом деле я возлагаю очень большие надежды на эту игру, и что она будет онлайн, потому что она очень классная, у нее классная механика, модельки меня уже устраивают. Если честно, они мне даже напоминают модельки из детства, которые были в играх на компьютер с дисков, но все равно они меня устраивают. Анимации классные, такое количество аллюров, которые я не видела еще ни в одной игре, где свободное управление лошадью. Ну, в общем, что же вам объяснять, если можно просто показать. Так, это я не помню, что значит. 1, 2, 3, 4. Если честно, я тут еще путаюсь в настройках и знаю, что тут очень быстро проходят сутки, и мне придется, наверное, в течение всего видеоролика отматывать на утро, чтобы было светло. Давайте же начнем. Пока что на загрузочном экране показывают разные арты, но они очень классные. К примеру, мне очень понравился арт одного художника, и когда он появляется, я безумно радуюсь, что я лицезрею этот рисунок. И здесь тоже очень красивая рисовка. В общем, арты один красивее другого, и каждый по-особенному наполнен энергией какой-то. Да, еще тут очень детальное создание персонажа. И вот в доме у нас есть дом. Да, у нашего персонажа есть дом. Тут тоже арты разных художников. Я так понимаю, они-то как раз на загрузочных экранах и появляются. И здесь очень детальное создание персонажа через комод. Вот. Прям целый список того, что можно делать, что регулировать, настраивать. Все. Вот. Я думаю, в будущем еще больше можно будет всего настраивать. Одежды, правда, пока мало. Вот. Но показывать я вам не буду. Я так вкратценько все это покажу. Ну, уже показала. Просто я не хочу никак случайно видоизменить своего персонажа. Я не помню, есть ли здесь сон. Нет, сна здесь нет. Но тут все регулируется. Да, если что... Все открывается через букву Е. И тут даже можно включать и выключать свет. Ребята, в какой игре это было видано? Тут целый дом. Но почти со всей мебелью, ну, я думаю, в будущем можно будет взаимодействовать. Очень детальная кухня. Мне она очень нравится. Ну, понятно, что тут не доработано. Но в будущем, я думаю, что все доработается и будет очень-очень круто. Ну, давайте же посмотрим то, ради чего мы пришли в эту игру. Это ради лошадей. Нам доступна вот такая вот территория. Насколько я знаю, это как бы основная территория, которая сейчас доступна в демо-версии. Также я знаю, что есть лес. Но я не знаю, есть ли еще какие-то локации, потому что я в них не каталась. Здесь у нас присутствует манеж. Небольшой, правда. Я поняла, что он небольшой, когда я попыталась изобразить некоторые аллюры. Мне не хватает этого манежа. Конюшня. Потом у нас есть беседочки, столики, плац с препятствиями для конкура и плац для выгула лошадей. Ну, пастбище. Да, извините, это пастбище. Вот. У меня может немножечко как-то подлагивать, потому что тут настройки периодически сбрасываются. К примеру, я то выключаю музыку, а потом она все равно начинает играть. И даже без перезапуска. И это очень тяжело. Тут пока что декоративные элементы в виде тачек, навоза, лопаты. Вот пастбище. Вот туда мы поедем, кстати, там лес. Я вам его немножко покажу. Очень аккуратное, продуманное расположение территории. Я, конечно, не коник, но мне очень нравится, что можно легко попасть с любой стороны в манеж и в конюшню. Конюшня сквозная. Здесь у нас пастбище. Все открывается, я, как уже говорила, через буковку Е. На пастбище всегда нас ждут две лошади. И да, даже не пытайтесь всех лошадей поставить в конюшню. При следующем заходе в игру у вас не сбрасывается только персонаж. А вот лошади, положение лошадей, все это сбрасывается. Я не помню, сколько точно здесь лошадей присутствует, но они кардинально отличаются. По-моему, две лошади имеют... Не помню, как это называется. Опять же, ничего не помню. Когда... Да, извините, меня лагает иногда. Когда два разных цвета глаз. То есть один золотистый, один голубой. Нет, это не вот это. Это вот у этого, по-моему. У тебя же? Да, вот у него один глаз голубой, а другой карий. Масти мне нравятся практически все, кроме одной. Но все равно они напоминают мне о старых компьютерных играх про лошадок. Так, мы заходим в конюшню. Здесь все это пока что стоит декором. Пользоваться можно только светом. Здесь комнаты отдыха, амуничники. Тоже все полупустое. Но, как видите, уже очень уютненько. И ночью, когда приходишь сюда, включаешь свет, все становится еще лучше. Так, у нас получается две лошади на пастбище. И... Пять лошадей здесь. То есть у нас всего семь лошадей. Да, ну давайте сегодня какую бы лошадь взять. Да, ты вороной, по-моему. Да, ты вороной. Нет, белый я не хочу. Может быть тебя? Или кого? Нет, я, наверное, возьму коня с пастбища. Который... Не с разным цветом глаз, а вот этот вот. Красивенький. Так, значит, если незаметно, то в прав... В левом нижнем углу, когда мы подходим к лошади, у нас появляются подсказки кнопок. Е мы садимся на лошадь, аж мы начинаем... Мы одеваем на нее амуницию. Также, если подойти именно к голове, то можно вести лошадь. Но это пока что выглядит вот так. То есть недоустка пока в этой игре нету. Ну, по крайней мере, я не знаю, есть он или нет. Мне очень нравится. Перестаем вести. Подходим опять к мордочке лошадки. И у нее вот потом остается вот такая вот уздечка. Но нас сейчас интересует основная езда. С помощью кнопки аж мы целиком одеваем лошадь. Выбрать цвет амуниции пока что не представляется возможным. И, значит, управление. Как это работает? Если вы просто нажимаете... Во-первых, синяя полоса это энергия. Если вы нажимаете просто кнопку вперед... Ну, давайте мы в манеже попробуем. То лошадь будет шагать до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. Если же, держа кнопку вперед, вы нажмете shift, то у нее закрепится шаг. И вы можете отпускать любую кнопку и просто управлять кнопками влево-вправо. С тормозом у меня пока плохо. Стой! Да, иногда тут, если у вас не получается вовремя что-то сделать, лучше просто слезть с лошади. Это будет проще, чем пытаться ей куда-то вырулить. Потому что она проскальзывает сквозь текстуру. Вот сколько сейчас времени, я не понимаю. Ну-ка, настройки, опции. Так. Вот, рассвет опять. Так. Тут еще погода зависит. Я начала пробовать этот демо зимой. Тут шел снег, много снега, метели. Грозы тут действительно настолько страшные, что я прям вздрагивала, подпрыгивала и... Было жутко. Так, вот давайте попробуем. У нас, значит, мы закрепляем шаг. Мы шагаем. Если вы хотите перейти... А, у нас есть, значит... Очень много всего. У нас есть вот такой вот шаг. Я не знаю вот этих настолько глубоких понятий. Но, допустим, это сокращенный шаг. Есть ускоренный. И вот на каждый аллюр у нас есть три вида скорости. То есть ускоренный и укороченный. Не знаю. Ай, губа отреснула. Ай, теперь губа болит. И так же с рысью. Но чтобы перейти на следующий аллюр, нужно опять же зажать shift. Как вы поняли, shift это как ручник. Коробка передач. И вот тоже у нас идет рысь. Замедленная рысь. Ай. Очень трудно поворачивать. Давно не заходил на самом деле. Вот такая вот. Замедленная рысь. Обычная. И ускоренная. Очень красиво. Очень нравится. Единственное, ну, как бы грива хвост. Но я уверена, что их в будущем подправят. Потом следующий аллюр я не вижу смысла показывать вам здесь. Нам не хватит манежа, чтобы здесь развернуться. Поэтому самое лучшее место, где можно их показать, это лес. Единственное, нас сбросят. Не лошадь, а нам придется просто заново выбирать лошадь. Садиться на нее. Пока что каждая из этих локаций является отдельным полем игры. И это не как, допустим, в Старстейбл или в Алиске, где ты переходишь своим персонажем там на другую точку коневозки или на другую территорию. Нет. Мы просто появляемся опять без лошади. Мы бежим к представленным здешним лошадкам. И выбираем ту, на которую хотим сесть. Вот сейчас я хочу сесть наружу. Я подхожу. Вот у нас жеребец, кстати. Амуниция другого цвета. Здесь где-то в лесу есть, оказывается, манеж, о котором я узнала благодаря Каролине. А, вот, все, извините. Чтобы ускориться, нужно нажимать просто Shift, даже без кнопки вперед. Если вы хотите тормозить, то тогда вам нужно нажимать Ctrl. Значит, у нас сейчас идет речь, мы ее уже смотрели. Лес это самое идеальное место, где вы можете потренироваться скоростью и моделькой выполнения элементов. Дальше у нас идет Голоб. Вот такой вот замедленный вариант Голоба. Надо вот так вот. Обычный. И вот такой вот. Вот теперь я понимаю, что здесь я даже не могу нормально объяснить, потому что я не знаю этих всех аллюров. У нас есть вот такой вот Голоб. И, кстати, на вот этом Голобе вы не можете прыгать, потому что это уже скаковой Голоб. И вы не можете на нем прыгать. На остальных элементах, кроме Рыси и Шага, вы можете прыгать. Здесь нет. И я не помню, тут есть... Нет. Тут нету замедленного и ускоренного. Это Голоб. Но есть еще кое-что безумнее этого Голоба. Это спринт. Это чисто скаковой спринт, который я так мечтала увидеть в ССУ, который есть, по-моему, только у англичан. И у еще каких-то пород. Вот похожие модельки. И это прям бесподобно, мне кажется. Это просто прекрасно. Тут нету, кстати, резкой остановки. Тут просто проживанием контрола. Так, ну, аллюры мы посмотрели. Кстати, демка бесплатная. Вы можете найти ссылку на сайт в инстаграме TheHorseGame. Там есть ссылка, вы переходите по ней. И на сайте есть как раз ссылка на скачивание демо. У меня, возможно, не самая последняя версия. Наверняка, пока я не снимала видео, может быть, уже вышла более новая версия. Просто я об этом не знаю. Или же пока видео обрабатывалось, и я его не выставляла, тоже все могло обновиться. Да, вот в плаце у нас находится вот такой большой... В лесу находится большой плац. А даже с маршрутом, который вы можете попробовать пройти. Это мы сейчас и попытаемся сделать. Но это очень сложно. Я лично прохожу его на, допустим, манежном галопе. Вот, надо только рассчитывать все это. Это очень сложно, но это очень красиво. Мне прям нравится. Это чем-то напоминает Долину Рост Секрет Николь. И чем-то напоминает... Как же называлась игра? Такой с графикой определенной. Там еще девочка ездила со своей лошадью, по-моему, в Арабские Эмираты. Ай! Да, вот у меня залагивает все, поэтому... Нет, стой, остановись. А, еще я не знаю, как сделать задний ход. Не знаю как. Но зато я знаю, как делать дыбы. Да, вот мы, допустим, задели препятствие, моделькой застряли. То спустя несколько секунд все брусья становятся на месте. Если мы шагаем и нажимаем пробел, у нас есть несколько анимаций. Лошадь либо взбрыкивает, либо... И либо она делает свечу. Но это надо постараться. У меня, к примеру, в первый раз в игре у меня... Чуть ли не с первого раза получилось сделать свечу. Вот, еще она может вот так вот ногу поджимать. А вот у Каролины ей тоже пришлось убить кучу времени, чтобы лошадь сделала свечу. И я не знаю, есть ли какая-то конкретная метода. Ну вот я просто шагаю, нажимаю. И вот, ну вот, никогда не знаешь, сделает она свечу или нет. Ну вот, пока что, как видите, данный конь не хочет нам показывать свечу. И вот за счет этого здесь чувствуется характер каждой лошади. По-моему, вороной конь и светло-серый, вот они хорошо делают свечу. А этот... Ни в какую не хочу, не буду. Тут у каждой лошади, я так понимаю, свой характер. Он сейчас привязан, наверное, к каждой из этих лошадок. Но в будущем... Ай, но в будущем наверняка можно будет выбирать характер лошади, или он будет рандомный. В общем, вот такая вот просто прекрасная игрушка. Если вы хотите реалистично попытаться попрыгать, насладиться этими пейзажами, но вот только говорю, что здесь очень быстро проходит время суток, очень быстро, и я пока не разобралась, как это можно отключить, то, пожалуйста, скачивайте эту игрушку с официального источника. Вот все, темно. И когда здесь темно, вот ничего не видно. Это как была игрушка прогулки верхом, и там говорили, вот тебе нужно вернуться до темноты домой. А потому что, если ты не вернешься до темноты домой, ты ничего не увидишь. И здесь точно так же, хотя у нас есть рюкзак в правом нижнем углу. В этом рюкзаке у нас есть фонарик, щетки для ухода за лошадью. И можно брать что-то еще. И да, мы, кстати, сейчас посмотрим уход. Я, правда, не знаю, можно ли это сделать здесь, но мы все равно попробуем. Давай, слезай. Нет, смотрите, мы здесь не можем слезть почему-то. А почему? А, нет, все, можно. Слезть, это F. Рюкзак у нас открывается на букву I. Буква точно такая же, как в Star Stable Online, сейчас только нужно опции время дня. Вот, все, back. Если вы нажимаете Alt, у вас появляется мышка, и вы можете ей управлять. Вот у нас фонарик. Мы его перетаскиваем в руку. и буковкой F. А, нет, просто левой кнопкой мыши мы этот фонарик можем включать и выключать. Перетаскиваем его... Нет. Опять же, левой кнопкой мыши. Также мы можем убирать здесь навоз, который оставляет лошадки спустя несколькое время. Ну, несколько игровых часов. И мне очень нравится, что если ты чистишь лошадь здесь, то вот мы, допустим, снимаем амуницию, подходим к лошади и нажимаем E. Или F. Или что? А, да, вот мы подходим, E нажимаем, и мы чистим лошадь. Ну, пока что это примитивно, но... А, да, вот смотрите, лошади, не нравится. кстати, в первый раз другой лошади очистила, она спокойно стояла. Этому коню не нравится, когда его щеткой чистят. Мы почистили одну сторону, подходим на другую сторону и чистим другую сторону. Утюг-бой же мой. Утюг-бой изделим! Утюг-бой! То есть, да, вот даже я вот этих еще эмоций не видела коней. Вот, это очень классно, мне очень понравилось, прям заделось за живое, но пока что с... Так. Извините, я не туда. Нет. Так, все, закрыть вот зад. С подковами, с копытами другая штука. Вы можете в этой игрушке чистить каждую ногу по отдельности, но только передние. да, вот такая вот грустная вещь пока что. Ну, я уверена, что в будущем ее исправят, что можно будет чистить все ноги лошади, потому что раз можно чистить две передние по очереди, вот, да, видите, я подошла к задней ноге, а чистить все равно она начала переднюю. вот это жалко. Причем вот сзади и так, и так, и сяк, подходишь. Нет, это не работает. Это так не работает. Так, close меню. Давай мы еще раз на финалочку, так как я показала, по-моему, все, что можно, по крайней мере, все, что видела я. И пора уже прощаться с вами, дорогие друзья, потому что я уверена, вы тоже захотите попробовать эту игрушку. Давай ты встанешь на дыбы. Нет, не хочешь. Вредный рыжик, может быть, все-таки ты захочешь это сделать? Нет, ребят, ни в какую. Данное создание не хочет вам показывать трюк под названием свеча. Ни в какую. Поэтому давайте на этом будем прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующем видео. Я надеюсь, что если вы будете играть в эту игрушку, ваша лошадь все-таки встанет на свечку хотя бы в конце видео. Спасибо тебе большое, о тебе, боже мой, какое счастье. Это все для вас. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok